Алхамду лиллах, алхамду лиллах, раббил алямин, вал акибату лил маттақын, ас-салату ас-саламу аля расуліна Мухаммад, аля алихи и ас-саламу алихи аджма'ин, ама ба'ад, ас-саламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сёстры. Алхамду лиллах, у нас новый день Рамадана, скоро, иншаллах, Ифтар, мы в эфире с Асхат Хазратом, вышли с площадки Академии Медена Асхат Хазрата, Ас-саламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, архалу алейкум, для начала этого месяца. Чтобы все остальные наши эфиры были максимально полезными. У нас есть с вами обратная связь, вы можете писать комментарии, пожелания, вопросы по возможности мы, иншаллах, будем отвечать. Начинаем. Уважаемые братья и сестры, прошлые два урока мы взяли по поводу хушу'а фисаля, именно набожность, трепет во время молитвы. И сказали, что это основная вещь, которая требуется от нас с вами во время наших намазов. Сегодня мы хотели бы посмотреть обратную сторону. Это когда человек относится небрежно к своей молитве. И захватить ту седьмую суру Священного Корана, сур Аль-Ма'ум. Это сура Макия, Миканская. Субханава Та'але сказал в первом аяте Видел ли ты того, кто не верит в судный день? Яумид Дин – это одно из имен судного дня. Малик Яумид Дин, когда в суре Тал-Фатиха, Субханава Та'але говорит, царь, властелин судного дня, то есть ему принадлежит судный день. И не значит только то, что Аллаху принадлежит только судный день. Ему все, Субханава Та'але, Аллаху принадлежит, Но Аллах, Субханава Та'але, выделяет этот день, какой он будет великий, какой он будет страшный для неверующих, и какой он будет прекрасный, иншаллах, для верующих. Аллах, Субханава Та'але, выделяет это отдельно, как бы для Та'дым, для возвеличения этого дня. Субханава Та'але говорит, «Видел ли ты?» Имеется в виду «Басария», то есть именно, «Видел ли ты воочию?» И также имеется в виду «Хабария», то есть «А'алимта», то есть «Хабария» как весть, «Знал ли ты о том?» «Видел ли ты о том?» «Слышал ли ты о того?» «То, кто не верит в судный день». Не верит в судный день, то есть то, что придется стоять перед Аллахом, не верит в то, что будет судный день, воскрешение. Это «Яумуддин» «Исмин Айяма Кияма», «Яумуддин» — одно из имен судного дня. Аллах, Субханава Та'але, говорит в Коране, касательно мушрекин, «Айна ламадинун», то есть «Айна ламухасибун», то есть «Нас будет ли Аллах спрашивать нас?» То есть они задавали такой вопрос с удивлением. Субханава Та'але во втором, то есть дает здесь для того, почему Субханава Та'але говорит, «Видел ли ты, слышал ли ты?» Для того, чтобы после этого понять, кто это такой человек, который не верит в судный день. То есть с удивлением Субханава Та'але говорит, «Айна ламухасибун», «Видел ли ты, слышал ли ты?» «Фазаликаллади ядуул ятим». Это тот человек, который отталкивает от себя сироту. Ятима. Сироту. «Иминайцюду ядуул ядфа. Якхар. Именно с понебрежения отталкивает от себя, когда к нему приходит сирота». Что такое аль-Ятим в шариате? Именно его понимание. Ятим ман мати абуху قبل абулуху. Это тот, у кого умер отец до того, как он стал совершеннолетним. Наш пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, и три мадхаба, айма тарматахиб, они были все аль-Ятимы. И Аллах, субханава Та'але, то есть пророк Мухаммад, салаллаху алейху, родился без отца. Когда он был в утробе своей мамой, отдельно пророк Мухаммад, салаллаху алейху алейху алейху, в Коране говорит, «Не нашел ли он тебя ятимом, сиротой, и не вырастил, не воспитал ли он тебя сам?» Субханава Та'але. Имам Шаута, рахмаллах, говорит, «Укирта бил в Коране бил ютми, такриметан вукуемат луклю ил макнуни фил ютми». Мухаммад, ты упомянут в Коране, как ятим, как сирота. И как дорог тот женщин, который скрывается в сироте. Имеется в виду, когда сироту гладишь по голове твоей, иншалаллах, ты приближаешься в этот момент к Аллаху. А если ты его содержишь и берешь на обеспечение, то ты будешь на таком расстоянии с пороком Мухаммада. Так сказал порок Мухаммад. Тот, кто я, и кто воспитал сироту, он будет со мной на таком расстоянии в раю. Я показал наказательный и средний палец. То есть рядом с пороком Мухаммадом. Поэтому, Субхану Ва Тааля, говорит то, что то есть отталкивай сироту, когда он к тебе приходит с просьбой за помощь и так далее. Если даже у тебя нету возможности, или вдруг у тебя нету желания, то ты не должен его отталкивать, отбрасывать на себя. Это является большим грехом в нашей религии. Аллах Субхану Ва Тааля, то есть отталкивай. В Коране также приходится этот глагол То есть в судный день верующие грешники будут, их будут толкать в адскую обитель. Этот человек не побуждает Он не побуждает ни себя, ни другого помогать мискинам, то есть давать пропитание мискинам. Аллах Субхану Ва Тааля также говорит в Коране То есть когда Алия ибн Абиталия его супругу То есть когда они постелись и к ним пришли То есть Алия что-то принес из еды из муки из этого на ифтар спекла хлеб и пришел мискин и они отдали ему. Потом пришел проходить опять начали печь они ему отдали. Потом Асир пленник они ему отдали и ничего не осталось кроме воды То есть поэтому наоборот и Аллах был удивленным и за это ему был удивленным и приготовил вместо этого им райскую обитель и то, что глаз не видел то, что только не слышал и всю прекрасную еду которая будет для ахля Джанна а тут же наоборот этот же человек который сам закат не дает который сам хочет кушать у него нет возможности мы с вами сейчас кушаем альхамду лля и выбираем еду какую сегодня хотим на ифтар говорим супругам правильно сегодня хочу курицу завтра хочу там рыбу после завтра хочу приготовить баранину и так далее альхамду лля на стол кладут разные фрукты выбираем а есть такие братья и сестры у которых нет в этой возможности нет возможности себе там купить там что-то из мяса они там только покупают там пшеной и так далее или вообще нет даже этого или приходят к тебе и человек не побуждает то есть такой самовлюбленный такой самодостаточный человек не верит в судный день отдаляет когда к нему приходят яким за просьбы и в этот момент должен понимать то что не он махром а ты махром потому что тебя Аллах споты обделенно потому что Аллах тебе не дает возможность помочь и этот же человек не побуждает накормить бедняка после этого Субхану Ва Та'але говорит переводит это как горе наказание для молящихся и это долина воду для молящихся то есть смотрите здесь остановиться здесь и скажет имам читает и читает здесь нельзя так делать то есть горе молящихся для молящихся почему люди могут понять из этого аята то что все кто молятся они будут наказаны нет дальше идет пояснение какие молящихся то есть поэтому здесь нельзя становиться и дальше завершить намаз имейте ввиду которые небрежно относятся к своей молитве которые небрежно относятся к своей молитве Аллах описывает и говорит когда они становятся на молитве мунафи калицемеры они становятся с нежеланием с ленью и они при этом в своих молитвах делают чтобы люди их заметили и в намазах своих они не вспоминают об Аллахе кроме как немного говорит и здесь имеется которые небрежно относятся не внутри молитвы не во время молитвы а вообще по отношению к молитвам и сказал Атайбин Атайбин Динар Аллах Аллах Альхамду Лиллэх Лиди Кали Ан Салат Их Сах Валем Я Куль Фи Салат Их Сах Фа Лиллэм Ис Мин Ах Аллах Аллах сказал небрежно относится к молитвам но не сказал небрежно в молитвах если бы сказал небрежно в молитвах то бы никто из нас не спасся сказал Атайбин потому что всегда приходят какие-то мысли во время молитвы что-то человек там сбиться может и так далее поэтому а можно вас перебить вопрос задает и идем дальше иншаллах можно ли читать таравих наедине то есть карантин таравих и как читать его наедине Аттаравих давайте возьмем вспомнить аттаравих во время пророка Мухаммад саллах каждый сам по себе читал потом порок Мухаммад три или четыре раза стал имамом и читали вместе таравих yep потом напугался то что люди могут взять это за форт и оставил и опять люди читали каждый сам по себе наедине потом во время правления все читали сами по себе наедине читали Потом Умар и Бхаттаб собрал за двумя часами За Убей и Бхаттаб и за Аттамим и Аус Аддари Читали вместе с Бхаттабом Поэтому Тут можно читать как наедине Можно читать дома с семьей с Бхаттабом Можно мечеть читать Можно читать сад домой Но читать как правильно Пророк Мухаммад во время читал 8 Бхаттаб И потом завершал 3 Бхаттаба Во время Умар и Бхаттаба читали 20 и 3 Бхаттаба И это правильно, и это правильно Но самое главное, что хотел сказать братьям Это очень такое напоминание И очень актуально на сегодняшний день И для всех, дай Аллах, можно было и пользу из этого Если человек пришел в мечеть, где читает 8 ракатов Он читает полностью за имам Если человек пришел в мечеть, где читает 20 ракатов И он говорит, я почитаю 8 и уйду Это неправильно, это мухаляв или сунна Это против сунна Почему? Потому что саллаху азиаму сказал Мен салла хальфа имам хатта ян сайф кутеба лагу киям лей Кто, кто читал за имамом До того, пока он не закончит Пока имам полностью не закончит Ему запишется, как будто он всю ночь выставил молитвы Поэтому читать правильно не 4 ракаты А по 2 ракаты То есть 2 ракаты прочитали Еще 2 ракаты прочитали Еще 2 ракаты И постараться хотя бы минимум 8 ракатов Чтобы, иншаллах, соответствовать сунне пророка Мухаммаду Саллаху азиаму Еще, надеюсь, мы ответили на этот вопрос Да-да Сможете вернуться к вашей мастерине? На что хотели сделать акцент Который небрежно относится к своей молитве То есть мы в этот момент должны понимать Как понять небрежно относится к молитве Человек, например, знает, что утренний намаз Например, заходит, например, в 3 часа Например, и выходит в 5 часов И он ставит специальный будильник Ему на работу идти в 7 часов И он ставит будильник на 6.30 А, проснусь, прочитай Уже все, уже широк, уже вышла молитва Я прочитаю намаз, а потом пойду Вот это тот, кто небрежно относится к молитвам Или человек, например, азиаму сказали На намаз, время зашло Он еще занимается своими делами Подожди, успею еще намаз делать Успеет уже и время выходит Вот этот человек небрежно относится к молитвам Или человек, который небрежно к своим молитвам Тот, который У него нет тяги к молитвам Уже время наступило Он не торопится, он не спешит Как мы вчера говорили Когда православа сказал Он сказал На возможность получить наслаждение Отдохнуть То есть к нему молитва что-то такое Непрежное и так далее Если человек бывает Черчур там устал И не может там Это такое Все уже с ног валится Как говорится И остается до утра намаза Полчаса И он смотрит Хотя бы посплю я там Часок еще Дождь рук Это У него есть Утр, иншаллах То есть у него оправдание Но если человек специально Там не просыпает молитвы И так далее Это знаете, братья и сестры Давайте вот Каждый из нас Руку положит на сердце И сам себя честно спросим Если у нас, например Важная встреча Там с президентом С губернатором Там скажем В такое-то время Мы там 10 будильников С вами поставим Чтобы не проспать Или куда-то вылет Например Бывает ночной рейс Там это какой Там Мы там 10 будильников И что говорим Подзвоним там друзьям Разбудите меня Чтобы я не проспал На свой рейс Который утверждал А тут встреча с Аллахом Субханава Тааля То есть как мы должны Трепетно относиться К этой молитве Это я говорю сам себе И всем нам должно быть Некое напоминание Чтобы не оказаться Из числа тех О которых говорит Субханава Тааля Молящиеся Но небрежно относиться К молитвам своим Ему готовят Отдельное наказание Отдельная долина Ладони Да, Аллах Субханава Тааля Пусть Аллах Субханава Тааля Убережет всех нас Поэтому После этого Субханава Тааля Сказал Это те Которые Делают дела На показуху Может быть Свои молитвы И другие дела То есть Нет у них Хушуа Нет у них Имана Нет вот этого Хушуа То о чем мы с вами Вчера говорили Нету имана Нету искренности Нету веры Они это делают Что-то на показуху Эти люди Поэтому Это Можно сказать так Когда он остается Перед людьми Он Альхамдуля Он Показывает Что у них Бога боится А когда остается Наедине Он уже То есть Когда остается Наедине Например Читает намаз Отдельно Дома В комнате Он и так Уже читает намаз И тем самым Отсюда понимает Что перед людьми Он пока звуком занимается А наедине остается И он уже Как бы У него нету Вот этого Взвеличения Нету у него Вот этого Во время молитвы Пускай Всех нас Убережет От этого То есть Поэтому Получается У него есть В его сердце Есть Некое Некое Такое Небрежное Отношение Если у него В его сердце Как бы Нет вот этого Любовь Отношения К Аллаху И в последнем Айси Субхану Говорит И эти люди То есть Вот эти описывают Которые не верят В судный день Которые Отталкивают себя Ятима Которые Не побуждают Накормить бедняка Которые Небрежно В своих молитвах Которым Оготовлено Азское наказание В аду За это И они И посуду Небрежно Скамейки Потому что Закат Это человек Обязательно Выплачивать Закат И у него нет Выбора Выплачивается Или нет То есть Это человек Который Входит В понимание То Который Закат Не дает Поэтому Или Там бывает Человек Попросит Можно у вас Парисос Это попросить У соседа Или В деревнях Отложить топор Чтобы что-то порубить Вот этот человек Даже это жалеет Вот эти люди Они под наказанием Аллаха Под проклятием И будет им Отдельное наказание Поэтому Из всего этого Что хотел сказать Акцент Сделать Уважаемые братья и сестры Так как Аллах Побуждает И уготовил Нам Великую награду Если у нас есть То есть Преуспели Верующие И будут В раю Аден В жанна Которые Стрепетом Молятся Также Параллельно Акц Аллах Субханава Говорит Горе Наказание Долина Ваду Чахнам Для молящихся Которые Небрежно Относятся К своим молитвам Отсюда Мы понимаем То что Столб Ислама Второй столб Ислама Молитва Это Столб Религии То на что Опирается Религия Первый За что Будет спрошен Судный день Человек За свой Намаз Поэтому Сейчас Как бы Тоже Актуально Было бы Сказать Люди Постятся И не молятся И так далее Я Кто меня знает Я не сторонник Лезть в дела Между Аллахом И рабами Говорит Говорит У этого Примет Аллах У этого Не примет Этого Накажет Почему Потому что Аллах Судный день Он сам Архам Рахмин Имам Я вижу Человек Не принимает И он Еще Больше Уходит Как Было У нас Такие Случаи Много Поэтому Мы должны Призывать Примет Это второй вопрос Мы должны Что призывать Того человека Которого Пришел Начал Пластиться Должны Также Призывать И говорить Брат Не смотри На эти вещи Но смотри Какое Наказание Аллах Уготовил Для тех Которые Оставляют Молитвы И какая Награда Для тех Которые Молятся Здравствуйте Зак Малах Аран Был вопрос Как мне Начать Молиться Технически Я могу Ответить Возможно Вы какой-то Дадите У вас Опыт Тем более Такой Большой Имама Вы можете Поступить В Академию Медина И там Есть такой Предмет Исламское Право Фикх Где Вас Обучат Молитве Ссылка На Академию Медина Будет Под этим Эфиром Какой Насых Удадите Короткую Человек Насых Хочет Молиться Тут нужно Понимать Как У него Вопрос С точки зрения Практического Харай Как Где Мне Научиться Читать Намаз Он Уже Готов Начать Или У него Вопрос Как Начать Намаз Хочу Начать Но Что-то Не дает Мне Внутри Не Подталкиваться Мне кажется Первый Человек Есть Намеренно Приблизи Аллах Поставил Поэтому Мы всегда Говорим Человек Я еще Не готов Говорю Брат Не ты Пока Не готов Аллах Пока Те Еще Не Наставил Поэтому Здесь Если Человек Аллах Подостоял На Это И так Дали Вот Академия Медина Если Человек Например В Москве Живет Помню Раньше Были По воскресеньям Научись Намаз За Один Час На Проспекте Мира В Один С утра Для Женщин Для Мужин Тоже Имам Выходит И Обучает Показывает Как Есть Много Приложения В Телефоне Есть Плакаты Такие И Нужно Самое главное Дело Что Сказать Что Не бойся Брат Не бойся Сестра Как я буду Я еще Не знаю Суры Я не знаю Как это делать Можешь Первое Время Перед собой Поставить И Это Глядя Все Так Учились Постепенно Ты все Выучишь И Желание И И Должен Быть И Делать Кажем Облегчить То Рази Чего Он Сотворил Мы Будем Потихонечку Заканчивать Я Занимался Последние Два Наших Эфира Презентации Наших Событий Нашего Марафона Рамадана Сегодня Хочу Рассказать Для тех Кто Первый Раз В Академии Медина Это Прекрасный Эфир С Асхат Хазрат Он У нас Категория Таких Мужских Событий На которые Сестры Тоже Приходят Также У нас Ежедневно Как С Асхат Хазрат Мы Ежедневно Встречаемся В эфире Также У нас Ежедневная Работа Идет С детьми С подростками Курс По Сири Приходите Ссылка На телеграм Будет Под эфиром И Для сестер У нас Есть Кружки По чтению Всего Корана За Рамадан То есть В группе Мотивировать Себя Легче Взять Себя В руки Легче Есть Места Тоже Заходите В Академию Медина Регистрируйтесь Там есть Объявления Ссылки На группы Все Бесплатно И На чем Сегодня Хотел остановиться Это Ежедневные Погружения В Тавсир Для сестер Ежедневно Час Полтора Идут Погружения То есть Днем Работает Сестрами Эксперт Халима Карпова Это специалист Тоже По Тавсиру Машала Там только Для сестер К сожалению Не к сожалению А ну такой формат Женский Альхамдулиля Для братьев Машала С Хадхазратом Ежедневно По часу Сестры Погружаются Первые 10 дней Рамадана Называются Сердца во льду Так как мы приходим Вот с этой дуньи В Рамадан Прибежали И Почему некоторые люди Так же выбегают С Рамадана Они не успевают Просто вот Разобраться Куда я попал И вот На этой же скорости Вот этой дуньи Этой работы Эти хлопоты Они как бы Прибегают в Рамадан И первые 10 дней Они работают сердцами То есть Растапливают сердца То есть Приводят человека в чувство Что он мусульманин Что у него есть иман Что есть Аллах Что есть иман Что есть Куран Есть Рамадан Что деньги Они не убегут Когда ты Идешь к Ахире Дунья Сама за тобой бежит Машалла Потому что Достойный мусульманин Он никогда не Становится монахом Альхамдулиляхи Раблялямин Первые 10 дней Это сердца во льду Вторые 10 дней Это укрепление сердец То есть Когда сердца открываются Идет укрепление сердец Работа Сердца становятся сильными В них приходит кровь Они становятся Красными Красивыми С таким Гемоглобином У них есть сила И последние 10 дней Аллаху аль-Мустан Надо вспомнить Последние 10 дней Они Вот Вспомнил Альхамдулиляхи Раблялямин Последние 10 дней Сестра Карапова Халима Ведет сестер К тому Чтобы Не только Они любили Аллаха А чтобы Аллах Их полюбил То есть Последние 10 дней Рамадана Это конечно Наши 10 дней Это 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 уже То состояние Когда сердца Открылись Они заполнились Верой И они Идут туда К Ихсану К максимуму Чтобы Выйдя с Рамадана Человек чувствовал Что Аллах Его полюбил Только Аллах Об этом знает И только Человеку Самому лично Могут какие-то Открываться вещи Когда он чувствует Что Аллах Субханаху аль-Мустан Повернулся к Него Что он не отвернулся От Него Потому что Человек сам Поворачивается К Аллаху Субханаху аль-Мустан Поэтому Наше дело Дорогие Сестры Которые присутствуют здесь И дорогие братья У которых есть Жены Тети Дочери Знакомые Близкие Машалу Наше дело Донести Наше дело Вот Асхат Хазрат Машалу Имам мечети Который Нашел время К нам прийти Мы работаем В онлайн пространстве Наше дело Создавать Давать контент Брать Брать В руки Микрофон И давать Ему Лучшим Нашим Людей Лучшим Людям Русскоязычные Уммы Вот Ваше дело Откликаться Поэтому Мы стараемся Делать Все что в наших силах Асхат Хазрат За то что он откликнулся Тоже я знаю Что очень занят В Рамадан Все заняты Все В первую очередь Асхат Хазрат Братья и сестры Все которые пришли Аллах Ибарик фикум Машалла С нами Сейчас одновременно Хоть и 200 человек За эти 20 минут Я как понимаю С нами было 500-600 человек Дизак Мулахарин За то что вы уделили время Будьте с нами Встретимся с вами Иншалла В это же время Завтра Вся программа Академии Медина Присутствует на нашем ресурсе Заходите Регистрируйтесь Ссылка иншалла Будет под видео Аллах Барик фикум Вассаламу алейкум Врахматуллах Врахматуллах Саламу алейкум